Безопасность превыше всего. При сжигании мусора на своих приусадебных участках будьте осторожны. Берегите себя, а также свое имущество и соседей. Не забывайте о том, что за сжигание травы и вред, нанесенный этими действиями, предусмотрен штраф. На днях корреспонденты ОКС-ТВ вместе с представителями Сморгонского отдела МЧС отправились в рейд, чтобы напомнить жителям города и района основные правила пожарной безопасности при наведении порядка на приусадебной территории. С наступлением весеннего тепла начинается пожароопасный период. С начала года на территории Гродницкой области зарегистрировано 112 загораний сухой растительности. На общей площади более 23 гектаров. Шесть таких случаев произошло на Сморгонщине. Основными причинами возгораний традиционно являются человеческая беспечность, неосторожное обращение с огнем и выжигание сухой травы. При сжигании растительности в садовых участках травы необходимо преждевременно запастись емкостью для сжигания. Желательно, чтобы это было из металла, негорючие вещества. Также наличие воды в количестве необходимого ведра, лопаты. Учитывая при этом направление ветра и постоянно следить, чтобы огонь не разбрасывался и был все время под надзором. Для чего это все нужно? Чтобы защитить себя, свое имущество и имущество соседей. С целью предотвращения пожаров подразделения МЧС не только на Сморгонщине, но и по всей республике ежедневно проводят рейды по выявлению фактов выжигания травы и соблюдения людьми правил безопасности при сжигании мусора на своих приусадебных участках. При разведении костра, что должно быть, по вашему мнению? Может быть, я что-то подскажу вам? Не должно быть возгораний, того, что рядом может воспламениться. Обложенный костр, ну и вода в случае возгорания. По окончанию сжигания мусора? Все водой заливается и уезжается. Заливается водой и уезжается. Ясно. Сухую растительность на корню. Сжигается или нет? Или вы все сгребаете в отдельную кучку? Ну да, вы же видите, что тут у меня порядок. Порядок. Согласна. Молодцы. А будущее почитайте. Спасибо. Если увидите соседи ваши, либо еще кто-то проезжает даже, не лишним будет напомнить им те же самые правила. Даже за десятки метров, если кто-то разводит костер по сухой растительности, может добраться и до вас. Наводя порядок на дачных участках и придомовых территориях, многие сжигают мусор и прошлогоднюю траву, не задумываясь о последствиях. Спасатели напоминают, что пал сухой растительности опасен как для человека и его имущества, так и для экосистемы. Нередко из запалов сухой травы начинаются лесные пожары, которые приводят к непоправимым последствиям. При порывистом ветре огонь распространяется очень быстро и ликвидировать его непросто. Сегодня мы увидели, что в целом люди стараются выполнять требования пожарной безопасности, дабы исключить возникновение пожара из-за неправильного разведения костра. За нарушение правил пожарной безопасности при разведении костров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин. И одновременно напоминаю о том, что выжигание сухой растительности трав на корню пожнивных остатков либо непринятие мер по ликвидации таких палов влечет за собой административную ответственность от 10 базовых величин до 30. Это учитывая то, что если не нанесен материальный ущерб хозпостройкам. Если же повлекло более серьезные последствия, то вплоть до уголовной ответственности.